Продолжение следует... 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 Кто это? Покажи язык. Покажи язык. Покажи язык. Я прошу показать язык, а ты показываешь палец. Не шали. Покажи язык быстренько. Ах ты умница. А теперь получай. Вот. Это тебе за язык. Это, чтобы ты гуляла. Это, чтобы чистила зубы. А это, чтобы вовремя ложилась спать. Это я возьму для медвежонка. Это возьму для обезьянки. Это для мамы. Это для бабушки. Ваша дочка прекрасно развита. Непременно пошлите ее в Калькутту, в школу матери Мэмэда. В монастырскую? Я сам окончил эту школу. Пошлите туда супорну. Ее отшлифуют там, как бриллиант. Я уверен. Вы совершенно напрасно этого так боитесь. Я понимаю, конечно, что мать и бабушка не могут ни минуты прожить без супорны. Доктор, супорна наша единственная радость. Пан не может обойтись без нее ни одного дня. Это мне знакомо. Ну что ж, до свидания. До свидания. Кто здесь? Тот же, что и вчера. Я не знаю вас. Кто вы? О, боже. Жена задает мужу такой вопрос. Посмотри внимательно. Разве ты не узнаешь меня? Неужели я за это время настолько изменился? У вас здесь так роскошно. О чем вы говорите? Я ничего не понимаю. Вы пришли заплатить за песню? Заплатить за песню? У меня нет ни рупии. Я все проиграл, а для того, чтобы играть на скачках, нужно много денег. Мне очень повезло вчера. Я услышал твой голос и пришел сюда. И увидел тебя. Ты нарушаешь брачный договор. Ведь так, а, девяний? Как вы сказали, девяне? Я не знаю никакой девяне. Меня зовут Паннабай. Я танцовщица. Если вы сейчас же не уйдете отсюда, я привратника позову. Ты привратника позовешь, а я полицию. И попрошу восстановить меня в правах мужа. Выйдет очень забавно, Паннабай, а? Что вам от меня надо? Оставьте меня в покое, уходите. Как же я могу оставить тебя, девяний, если мы соединены с тобой навек? Тебе хочется, чтобы я тебя оставил. Дай мне тысячу рубий. Мамочка! Доченька, подойди ко мне, ну, иди сюда. Я дам тебе конфетку. Ну, тогда хочешь, я тебе покажу очень интересный фокус. Ну, малышка, смотри, вот, видишь, палец. И нет его. Я много знаю фокусов. Хочешь, пойдем гулять? Супарна, что ты здесь делаешь? Отпустите, отпустите ее. Нет, нет, не смей, не смей, это моя дочь. Я ее отец. Сиди здесь. Бери свою тысячу, рубий и уходи. Я уйду. Уйду. Если в судьбе было угодно, чтобы мы с тобой так встретились. Немедленно уходи отсюда. И не смей здесь больше появляться, уходи. Ухожу, ухожу. Только дай мне взять мои деньги. Ну, ладно. Мы еще увидимся. О, моя доченька. Что там такое? Кто приходил? Да ответь же мне. Рокхал взял деньги. Он видел Супарну. Больше он не придет. Анна, какая ты наивная. Ты поступила очень легкомысленно. Ах, как ты не можешь понять, что деньги только привлекут его в этот дом? Надо было его выгнать. Ты даже не представляешь, на что он способен. Напрасно ты не позвала меня. Я ему показала бы. Он навсегда забыл бы, как заниматься вымогательством. Мама. Не волнуйся, пан. Пусть он попробует прийти сюда еще раз. Я его отучу от этих визитов. Пожалуйста. Чего ж. КОНЕЦ 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 Мам! Мамочка! Мама! Держите! Держите его! Спасите ребенка! Помогите! Мама! Держите его! Отпусти ребенка! Отпусти щаша! Сабара! Убирайся, пока я тебя не испил! Убирайся! Доченька! Хорошо! Я приведу полицию и заберу свою дочь! Пошел, пошел! Моя кружка! Бедная девочка! Мама, идем домой! Идем скорее домой! Конечно! Нет, какой подлец! Это ужасно! Он так опустился! Вы не представляете себе, как он низко пал! Ракхал очень плохой человек, я знаю! Поверьте! Этот человек способен на любую подлость! За себя я не боюсь, но я не хочу! Чтобы моя дочь попала в его руки! Да вы не беспокойтесь! Мы сумеем вас защитить! Нет, нет! Напишите письмо, доктор! Письмо? Да! Напишите рекомендательное письмо в монастырскую школу! Я немедленно отвезу дочь в Калькутту! Конечно, сегодня же напишу! Но поймите, необходимо дождаться ответа! Ведь может оказаться так, что у них сейчас нет свободных мест! Вы? Нет, нет, я сама поеду туда! Мама, ну попроси же доктора! Я не могу оставить здесь дочь ни на одну минуту! Пожалуйста, доктор, прошу вас, напишите письмо! Я сама с ним поеду к матери ММН! Я все объясню ей! Я приходила сюда много раз! И уходила ни с чем! Но больше я не уйду, пока вы не согласитесь ее принять! К сожалению, ваша дочь не может находиться в монастырской школе! Не может? Наверное, из-за меня! Значит, в своей школы вы принимаете только детей избранных! А куда вы прикажете деваться детям таких несчастных, как я? Где им найти пристанище? Мать ММН! Что же мне делать? Как мне быть, как спасти свою дочь? Объясните! Пожалуйста, не сердитесь! Я сама не понимаю, что говорю! Умоляю, не гоните меня! Выслушайте историю моих страданий! Мать ММН, если вы и после этого не возьмете к себе мою супорну, значит, в этом мире вообще справедливости не существует! Когда я появилась на свет, мои родители назвали меня Дивяне, а не Паннабай. Моя бедная мама умерла, когда я была совсем маленькой. Мы с папой остались одни. Он делал все, чтобы я не чувствовала себя сиротой. Папа жалел меня и всегда старался скрыть, что мы очень бедны. Я была счастлива. Я любила Маниша. Маниша тоже любил меня. Отец не возражал против нашего брака. Он уже благословил нас. Но в это время Манишу пришлось уехать в Англию изучать право. Дивяне, не плачь. Если ты будешь плакать, я не смогу уехать. Это продлится совсем недолго. Я должен получить диплом. Ты вернешься только через три года. А я здесь буду одна. У меня нет другого выхода, Дивяне. Я должен ехать. Но ты помни, что я всегда с тобой. И еще. У моей мамы слабое здоровье. Ты ее навещай. Хорошо? И вообще, если тебе что-нибудь понадобится, иди к моей маме. Она тебе поможет. Обязательно поможет. Ладно? А ты будешь мне писать? Конечно. Одно письмо я уже написал. Я пущу его в Бомбей. Потом напишу из Адана. Потом из Лондона. Ты меня не забудешь. Что ты говоришь? Я люблю только тебя, Дивяне. И никогда другая девушка не войдет в мою жизнь. Вспой мне вот эту песню. Будем мы живы или нет, наша любовь останется бессмертной. Мы потеряли друг друга, так не узнав ни встреч, ни расставаний. Но когда-нибудь ты вновь услышишь мой голос, и мы встретимся. Музыка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Я думала, что наша разлука будет недолгой И жила только надеждой навстречу Но разве можно знать, что с тобой случится завтра? Я навсегда запомнила этот день В чем дело, господин Кишто-бабу? Вы до сих пор не уплатили долг Правда, вы мой друг И, конечно, я мог бы простить вам этот незначительный должок Я готов сделать для вас даже больше Я освобожу вас от расходов на свадьбу вашей дочери Господин Ракон, позвольте мне немного подумать Прошу вас Ну вот что Я могу подождать 48 часов Вы должны решить Или вы отдаете долг, или вы даете за меня вашу дочь Что мне было делать? Написать и получить ответ от Маниша Не хватало времени Я пошла к матери Манише, чтобы попросить 10 тысяч Интересно, ты еще не стала моей невесткой А уже пришла просить у меня деньги Разве мы договаривались, что я буду платить долги твоего отца? Ты и твой отец самые обыкновенные грабители Мне никогда не нравилась вся эта затея Ты просто вымогательница Имей в виду, я не допущу Чтобы ты еще раз переступила порог моего дома И не рассчитывай, что Маниш когда-нибудь женится на тебе Убирайся И забудь дорогу сюда Я примирилась с судьбой И постаралась забыть о Манише Забыть о своей любви Чтобы спасти моего несчастного отца О, это свадьба Ну а я Ты очень красивая Ты мне понравилась с первой встречи, как только я тебя увидел Вот я и решил, что эта красавица должна принадлежать мне Завтра суббота Будут скачки Я хочу поставить на твое счастье Ты только дотронься, Мальцем Я хочу поставить на ту лошадь, на которую ты пожелаешь Ну ты только дотронься, Мальцем Ну что же ты, а? Если ты будешь упрямиться, я заставлю тебя силой, слышишь, а? Ты становишься еще красивее, когда злишься, Девяний Не зря я десять тысяч на тебя истратил Я выиграл гораздо больше Пойдем Оставь меня Оставь меня Ни за что Ни за что Так я и думал, красавица Поэтому я сказал твоему отцу Что подпишу бумаги Только после первой брачной ночи Вот Посмотри Не такой уж я дурак Если хочешь, я погашу свет Если нет, пусть горится Такой была эта ночь А потом наступила следующая ночь Которая была еще ужаснее Но когда через месяц я пошла навестить своего отца Я и виду не подала, что мне тяжело Мне некого было упрекать Это моя судьба Отец, бумаги подписаны Доченька Ты побудешь у меня хоть денек Он за мной скоро придет А то бы я с радостью осталась Ты не волнуйся, отец У меня все хорошо Тебе есть письмо С иностранной маркой Наверное, отманишь Прости меня, дочка Ты ни в чем не виноват Ты меня не заставлял этого делать Я вышла за него по своей воле Порви это письмо, пожалуйста Я хранил его Поступай с ним, как хочешь Девяне Я видел тебя во сне Ты была одета, как невеста Мы смотрели друг другу в глаза Теперь остался только один год А потом я вернусь, и мы поженимся У нас будет свой дом И мы будем счастливы Я живу лишь надеждой на то, что скоро этот день наступит Жди меня Твой маниш Господин Рокхал Я не могла больше терпеть эти унижения И когда я узнала, что у меня будет ребенок Я все чаще начала думать, что должна убежать от мужа Ради ребенка Однажды ночью Что вам здесь надо? Кто вы? Перестань Моя пташечка все равно не откроет Иди лучше ко мне Я не могу Я не могу Я не могу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь по вечерам собирается изысканная публика. Перед ней танцуют и поют. Сюда приходит много гостей, чтобы приятно провести время. Их щедростью и живет Миннабай. Многие считают нашу профессию постыдной и отвратительной. Но она дает возможность сносно жить. И даже откладывать на черный день. Да и людям приятно послушать музыку и пение. А самое главное, человек может забыть о своих горестях. И помочь другому забыть о его несчастьях. Вот как я живу. Только так я и могу помочь тебе. В этом доме родилась супорна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, неверно. Ты послушай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вот так держи. Вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА